Итак, здоровые продукты, честное отношение, положительные эмоции. Такие ценности прописаны в миссии компании «Вкусвилл». Это уникальный пример организации, где сотрудники, независимо от профессии, сами берут на себя ответственность, договариваются и делают работу на совесть без наказаний и при этом без постоянного контроля. Это тот опыт, который стоит перенять, и им прямо сейчас на этой сцене здесь поделится управляющей информацией компании «Вкусвилл» Валерий Разгуляев. Валерий, прошу вас на сцену. Ваши аплодисменты. Валерий, добро пожаловать. Всем привет. Я буду рассказывать не про ту мощную штуку, про которую заявили, что у нас есть, тем более там не везде прям все так здорово и многое, что приходится еще делать. Я буду рассказывать именно про общение, и я считаю, что вообще организации – это люди, которые общаются. Потому что как только мы начинаем пытаться построить какие-то границы организации, то сразу встают вопросы, а где она заканчивается, где она… У меня тоже сейчас перестает работать микрофон иногда. И, собственно, про правила, про протокол общения. А если я буду громко говорить, меня будет слышно? Так, пошло. Собственно, немножко про нас. Мы уже звучали, спасибо за это. Собственно, мы выросли за 10 лет, всего 10 лет компании. И вот 12 мая 2009 года вот так это выглядело. То есть это вот основатель компании с первым продавцом, изучающим там полтора десятка молочных товаров, вот с таком вот маленьком прилавочного типа ларечки-избенка. Собственно, сразу компания создавалась как альтернативный формат розницы, который должен был существовать без заемных средств, без отсрочки платежа, без входных, без маркетинговых, без полочных, без возвратов. То есть вот то, что сейчас, собственно, Яровая там продвигала и все сети ругались, мы это сами для себя приняли с самого начала существования компании. И это нам позволило расти в два раза каждый год до кризиса. В кризис мы выросли всего на 97%. И у нас до сих пор становится кризис, как время, когда было много свободных, хороших площадей и дешевых. В 2016 году мы вошли в сотню розничных компаний всей России. И в 2017 вышли уже в соседние регионы, в 2018 вошли в 500 компаний уже самых крупных по России, уже не включая там розницу, а вообще по всем. Ну и, собственно, вот 10 лет спустя, в этом году, на Новый год все так делали, такие, знаете, 2009-2019 сравнения. Ну вот у нас на 12 мая 2019 года будет более 777 уже полноценных магазинов вкусов, в которых продается много всего и их тоже много. Собственно, вопрос, да, как же так, да, вот почему вроде конкурентный рынок, вроде бы там многие сети разоряются, уходят, а мы так бурно растем. И вот здесь как раз вопрос о системе управления. И по моему мнению, система управления это всегда вопрос прав и ответственности. То есть расскажите мне, кто за что отвечает и какие у него для этого есть права, и я вам скажу, что это за система управления. Собственно, наше главное такое, наверное, условие, наша главная внутренняя позиция, что права и ответственность всегда должны быть вместе. И вот как только они у вас разбегаются, случаются проблемы. Проблема возникает потому, что у вас у одного права, у другого ответственность. И когда, собственно, надо кому-то что-то делать, вот тот, у кого права есть, который может что-то сделать, он обычно занят чем-то более важным. Мне очень понравилось выступление Максима, который открывал эту конференцию. Всегда есть более важные задачи, более срочные. И это остается не сделанным. А тот, у кого ответственность, кто мучается из-за этого, кто страдает, кого ругают, он ничего не может сделать, у него прав просто нет необходимых. И проблема есть. И чем дальше у вас разбегаются эти права и ответственность, тем больше у вас проблемы между ними. Так. Что-то через раз она бегает. Собственно, разбирая вот эти проблемы нашей компании, я этому посвятил где-то полгода, так прям целенаправленно, я выявил универсальную причину всех войн между отделами. Вот знаете, в компаниях часто воюют между собой подразделения. Причем если вы посмотрите, кто воюет друг с другом, то воюют больше всего те подразделения, которые должны больше всего друг с другом сотрудничать. Те, у кого должно вот прям вот вместе должны работать. И я выявил, в чем причина. Начинается все с проблемы. Знаете, как есть такая шутка, что раздвоение личности начинается с задницы. Вот случается эта самая проблема, и вот, собственно, она становится причиной вот этой ругани между отделами. Если вы вернетесь немножко назад и посмотрите, а почему проблема случилась, то всегда найдете какую-то вот такую плохую коммуникацию. Как это получается? Есть я вот такой со своей зоной ответственности, то есть где у меня есть все необходимые права, и за которые я отвечаю. И у меня здесь, собственно, проблем никогда нету. У меня здесь есть задачи. Они простые, сложные, короткие, длинные, интересные, не очень задачи. И рядом со мной есть такой же товарищ, у которого точно такая же зона ответственности, и все тоже хорошо в ней. А все проблемы всегда между нами находятся. Вот в этой вот сумеречной зоне. И я у себя какую-то задачу решаю, не подумал про него, бах, проблема вылезла. Или подумал про него, сказал, а он неправильно не понял, проблема вылезла. Или я все прям подробно расписал, отправил письмо, а он ушел в отпуск. И вот проблема случилась. И дальше, знаете, есть такой этикет корпоративный. Кто последнюю проблему потрогал, тот виноват. Поэтому каждый старается так вот стоять со своей зоны ответственности, говорит, нет, это не наше. Вот у нас здесь все хорошо, а там это, наверное, их. И проблемой никто не занимается. А когда проблемой никто не занимается, она разрастает, становится больше, больше, больше. И в конце концов становится видна большому начальнику сверху. А у любого большого начальника сверху есть универсальное решение любой проблемы. Нужно просто найти ответственного. И вот кого бы из этих двоих он не определил ответственным за эту проблему, этот человек будет считать, что его несправедливо наказали из-за вот этих вот нехороших людей. Как вы относитесь к людям, из-за которых вас несправедливо наказывают? Я думаю, не очень хорошо. Как часто вы общаетесь с этими чудесными людьми? Я думаю, совсем редко. В итоге мы замыкаем этот круг, и удивительным образом в ситуации, где все было хорошо, где все было ровно, где все было классно, у вас начинается цикл вот этот вот плохой. Люди все меньше общаются, люди на ровном месте появляются куча проблем, руководство их в случайном порядке разбрасывает между этими ответственными. Полный ненависть друг к другу. Я даже встречал ситуацию, когда люди так искренне в сознании у себя начинают воспринимать вот этих вот коллег, как тех, кто специально ходит на работу и получает зарплату, только для того, чтобы годить нам. И вот это вот восприятие, оно понятно, что оно реально портит не только в отношении, но вообще полноценную работу компании. Собственно, решение. Ответственность за вот этот круг только на руководителя, который запускает его. Мы пошли по другому пути. Прочитали в 2012 году статью Гарри Хэмилла «Сначала уволить своих начальников». Мы не стали никого увольнять, но взяли оттуда вот это вот обещание, как инструмент для того, чтобы решить вот эту проблему. Собственно, обещание это очень просто. Это результат, который заказчик передает исполнителю. Исполнитель передает заказчику. Все, больше ничего. Но вот удивительным образом вот эта простая штука кардинальным образом меняет общение, отношение между подразделениями. Единственное, обещание должно быть правильное. То есть вот если вот вы сейчас, вот вы сегодня все послушали, вам все понравилось, пришли в понедельник на работу, отловили какого-нибудь сотрудника, так, скажи, что нам обещаешь. Скорее всего, он вообще впадет в такой некий ступор, не понимая. Вы объясните, он скажет, ну работу работать обещаю. Нет, надо подробнее. И тут он скажет какую-то такую интересную фразу, типа, я обещаю, прикладываю все свои усилия для того, чтобы этот процесс протекал наилучшим образом туда, куда надо. Почему он так витевато изъясняется? Боится ответственности, да, и на всякий случай ее снимает. Если что, он скажет, ну я все сделал, что мог. Вот тут все. И его не уличишь на этом, да, то есть вот реально мог сделать. А мы говорим, нет, нам нужен результат. То есть вот конкретный результат, который ты передаешь. И многие говорят, ух ты, как здорово, наконец-то они начнут делать то, что нужно. Мы говорим, наконец-то они перестанут делать то, что делать не нужно. Очень часто люди устают сильно от того, что делают много вот этих вот усилий по изображению того, что они сильно устали, заняты, еще что-то. А по факту результаты не добиваются. Очень важный момент с обещаниями — это отличие обещаний и поручений. В чем их отличие? Что-то у меня не работает. Можно я там буду махать что-нибудь? Поручения мы даем, обещания люди берут. В принципе, все просто. То есть и то, и другое — это некое обязательство, которое… Можно, да, чтобы он заработал. Соответственно, обещания люди на себя берут. Слова понятны, да, но на самом деле самое главное даже не название, а смысл. И тоже же можно прийти в понедельник и сказать, так, иди-ка сюда, дай мне вот эти три обещания. Почему это останется поручением? Почему это не станет по-настоящему обещанием? В чем отличие между обещанием и поручением, кроме названия? Самое главное отличие в ответственности. В случае, если я поручаю кому-то что-то, ответственность остается на мне. Это я не подумал, что он не знает, не умеет, занят сейчас другой задачей, поругался с тем, с кем ему надо вместе делать эту работу. У него там дома проблемы, и он вообще с ней об этом всем думает. Когда человек берет на себя обещание, он берет на себя ответственность за его выполнение. И здесь вопрос к вам. А что вам нужно для того, чтобы взять какое-то обещание на себя? То есть в каком случае вы готовы взять на себя обещание, а в каком нет? И, скорее всего, это будет готовность только в том случае, когда вы понимаете, что вы сможете это обещание выполнить. То есть обещать то, чего вы не можете, точно никто не будет. Ну, по крайней мере, беря на себя эту ответственность. Что-то не ходит. Поэтому у нас есть даже такая словесная формула, когда мы хотим, чтобы кто-то пообещал, мы приходим и говорим, что тебе нужно для того, чтобы пообещать это. То есть какие тебе нужны права, ресурсы для того, чтобы ты это смог выполнить. И если я тебе эти права не готов отдать, то я не имею права с тебя требовать обещания. Я должен просить это обещание с того, кто не отдает эти права. И вот в этот момент, собственно, происходит очень важный момент, связанный с тем, что у вас ответственность и права всегда вместе. И если вы посмотрите на свою любую проблему, то вы обязательно в этом свете, вы обязательно увидите, где у вас права и ответственности разбежались. И как только вы передадите права к ответственности, это лучший вариант, или ответственность к правам, то вы сразу проблему решите. Выполнение обещаний. То есть понятно, что обещания многие могут готовы даже дать, но как потом отслеживать их выполнение? И здесь, опять же, такое кардинальное решение — это полный отказ от каких-либо численных критериев. То есть единственным достаточно необходимым условием выполнения обещания является удовлетворенность заказчика. Если заказчик удовлетворен, то в принципе все, обещание выполнено. Если он не удовлетворен, значит обещание не выполнено. Кажется субъективно, но на самом деле ответственность может быть только субъективной. Когда мы говорим про объективность, все, никто не ответственный. Ну, вроде как судьба ответственная, мир такой. Когда мы говорим про субъективность, то мы говорим про конкретного человека, субъекта, который принял это решение. И, собственно, мы таким образом уходим от такой неприятной… Что-то тоже нет. Он причем мигает галочки, эти лампочки, а не переключает. Могу с обеих. Я буду что-нибудь махать, так давайте так. Собственно, да, вот эта вот фраза «я не виноват, меня подвели» это как раз про вот эту объективность. То есть есть некая объективная такая история, в которой я вот жертва. И руководители, разматывая вот эту цепочку невиновных, приходят в конце концов в отдел кадров, который нанял людей, таких вот или не нанял достаточного количества людей. И вроде как за все проблемы в компании виноват отдел кадров. Но мы же понимаем, что он не может быть виноват. И мы понимаем, что нет всех необходимых прав, чтобы принимать все необходимые решения для того, чтобы все задачи были выполнены. Поэтому мы для себя построили совершенно другую систему. В нашей системе мы говорим, что если исполнитель постоянно не выполняет свое обещание, то виноват заказчик. Кажется сначала дикость. Как это? Исполнитель не выполняет обещание, а виноват заказчик. Но мы опять следуем нашему принципу того, что у нас права и ответственность лежат в одних руках. У кого есть право решить проблему этой ситуации? Давайте на простом примере. Вы заказываете третий раз в бригаде строителей, поклеить вам обои в квартире, и третий раз они клеят криво. Кто виноват? Заказчик. Они уже криво клеят. Мы уже поняли это по первым двум разам. И только у заказчика есть вообще возможность дать обратную связь. То есть исполнители очень часто даже не догадываются, искренне уверены, что они делают все хорошо. Мы были поражены, когда мы провели такую большую сессию, на которой нарисовали исполнители и заказчики, как они видят качество выполнения их работ смежных. И выяснилось, что заказчики зачастую хуже оценивают, чем исполнители. И не потому, что исполнители на себя не хотят наговаривать или себе прибавляют очки. Они реально не знают о том, что заказчик удовлетворен. Они считают, что заказчик удовлетворен. И здесь мы то же самое делаем. То есть заказчик может дать исполнителю обратную связь. Никто другой не может. То есть права это только у заказчика. Мы не можем его отдать другому. Соответственно, ответственность остается на нем. В нашей системе заказчик может выполнить помочь обещание. Как можно помочь? Ну, просто снизить какие-то требования. Где-то прям реально помочь. У нас был случай, когда розница отдала на склад своих грузчиков, чтобы те выполнили свое обещание по своевременности поставки в магазинной продукции. Потому что им это было важно. Потому что им было важно, чтобы обещание было выполнено, а не чтобы склад был виноват. Они могут задвоить его. То есть нанять еще одного, который будет делать то же самое. И, собственно, вот здесь проявится самообъективность. То есть если этот человек реально не тянет, то сразу станет это видно. А если просто работает так много, что он уже не тянет, ну тогда тоже сразу станет видно. Ну и в конце концов, если он совсем не тянет, действительно ему не хочется, и он не может, и зря мы его мучим, то заменить его. Опять же эти права у заказчика. То есть мы реально заказчику даем все эти права, чтобы он мог поменять ту самую бригаду строителей. Но и спрашиваем тоже с него. В итоге вот эта цепочка сверхняя, я не виноват, меня подвели, мы полностью разрываем ее. Но как бы мы это сделали, да, но решили пойти дальше, как бы всю компанию в эту схему построить. Поехали смотреть по практикам и, собственно, поехали в Америку даже общаться с бывшим сотрудником Дагом Герфатриком, который является, был сотрудником утренней звезды, по опыту которой, собственно, и была написана та статья с начала увольств своих начальников, с которой у нас все началось. Нам это не понравилось. У них вот так вот выглядит их вот эта вот сеть взаимных обещаний, такая паутинка, и мы что-то подразочаровались даже во всей этой истории. Оказалось, что Гарри Хэммелл описал в своей статье, как оно должно быть, а не так, как оно есть. И нам больше понравился второй вариант. Поэтому вернулись, понимали, что нам надо что-то делать свое, и мы придумали вот такую систему договоренностей в Кусвелл. Начали с покупателей. То есть мы пришли к нашим покупателям и спросили, а чего вы от нас ожидаете, да, то есть какой результат вы хотите, чтобы мы вам выдали. И вы знаете, это очень полезно, я советую каждому, потому что мы часто фантазируем себе по поводу наших покупателей. А когда ты их спрашиваешь, они говорят, ну мне хочу, чтобы в магазине было чисто, продукты были качественные, цены доступные, на кассе быстро все пробивалось, ну и мне улыбались там. Ну а если не будут улыбаться, то и не критично. Главное, чтобы вот эти первые четыре были хорошо. И собственно вот эти обещания в виде результатов были разобраны подразделениями, которые эти обещания им дали, именно как результат. И они под выполнение этих обещаний уже запросили другие обещания у поддерживающих подразделений. И очень интересный момент, и метаморфозы произошли. То есть обычно в классической рознице мерчи сидят в офисе и кнутом погоняют розницу, которая неправильно выкладывает товар. По факту они не умеют это делать, то есть невозможно из офиса правильно разложить товар. И даже отследить, как он выложен, невозможно. С чем мы столкнулись? Розница сваливает лишнюю продукцию в сетку, откатывает ее, оставшуюся красиво расставляет на полочке, разгоняет покупателей, потому что они мешают, фотографирует этот стеллаж, отправляет мерчи. Мерчи говорят, все хорошо, так держать. Они обратно заваливают все товаром. Виноваты мерчи. Соответственно, мы, это обещание, что у нас все будет удобно, покупателям будет удобно, отдали рознице. И розница уже взяла с мерчей обещание помогать, потому что действительно помощь нужна. Умение расставить, знание товарного соседства, какие-то другие вещи, то есть то, что люди, специалисты знают. И иногда они приглашают даже приехать и выложить это в магазине, потому что сами не справляются. Но не всегда иногда и справляются, в принципе, обязательств никаких у них в этом плане нет. Собственно, руководители вот этих подразделений, которые дают обещание покупателям, стали советовым управляющим, высшим органом нашей компании. Туда не вошел финансовый директор, потому что он не дает никаких обещаний покупателям. Все обеспечивающие подразделения у нас оказались вот здесь. Я здесь не стал рисовать стрелки, они идут от всех ко всем. То есть бухгалтерия всем обещает зарплату начислять и оплачивать счета. Но в этом плане они нигде не могут являться заказчиками, они всегда являются исполнителями. И вот такое построение отношений сыграло очень положительную роль на нашей работе, на вот этом росте. Еще один момент, когда мы выстраивали все обещания, очень помог алгоритм Андрея Токаря и Иоанна Лавровской. Значит, они нас давно уже окормляют, но смысл в том, что они психологи такие, с большим опытом. И, собственно, я у них научился этому подходу, очень всем советую. То есть когда вы встречаете два подразделения, которые враждуют, то обычно вот они продолжают враждовать на этой встрече. И есть определенный алгоритм проведения беседы, по которому вы эту вражду переводите в то самое нужное русло. То есть первым надо обязательно убрать эмоциональную составляющую. Если вы ее не уберете, она будет мешать всю дорогу, поэтому ее убираем. Второе, когда мы ее убрали, причем знаете, как убирать? Если вы будете позволить просто излить, то они будут друг другу ругаться и ругаться до того, что вообще перестанут общаться и только уйдут с подтверждением того, что мы так и знали, что это уроды. А вам нужно другое. Поэтому вы говорите, нет, мы рассказываем свою боль, но рассказываем ее именно про себя. То есть мне больно, мы не рассказываем, что вы такие нехорошие, постоянно присылаете новые версии, то есть сырые присылаете все время какие-то данные, а потом досылаете новые версии и нам, соответственно, приходится с этим всем работать. Мы говорим, мне больно, мне приходится по три раза переделать одну и ту же работу. Вот, да, то есть мы про себя все время говорим. И когда мы говорим про себя, а не про другую сторону, то очень быстро вот эти эмоции, они сами себя погашают, потому что очень неприятно делиться вот этой болью. Ну ее на самом деле конечное количество. Дальше после того, как это все излилось, мы уже обсуждаем уже без эмоций, уже очень по-сухому. Собственно, тот результат, который должен быть передаваться от исполнителя заказчику, чтобы заказчик был удовлетворен. Обсуждаем уже параметры этого результата, но только результаты. Никогда личности, то есть где вас понанимали таких, кто вы вообще, чем вы занимаетесь. Неважно. Мы обсуждаем результат, который передается. Вот он на столе лежит, мы его обсуждаем. Ну и, собственно, психологическая помощь для участников, то есть это тоже полезная штука. Но очень важно понимать, что это только помощь. У меня был прикол такой, посоветовал коллегам, они вдохновились нашей историей, посоветовали, они их пригласили, говорят, ну сделайте, наоборот, как все во вкус или сделали. Но они начали делать то, что делали у нас, и тут мне приходит обратная связь, что вот, что-то ты нам посоветовал, а они никакие оказались. Я удивляюсь, говорю, а что конкретно? Начинаем общаться, и выясняется, что они подумали, что они сейчас им все возьмут и внедрят, все сделают. Нет, это так не работает, то есть делать придется вам, то есть это ваши договоренности, это ваши обещания, это ваши взаимоотношения. Они могут только помочь выдержать этот формат. Собственно, на этом все. Значит, кто захочет скачать презентацию, есть ссылка. Есть также ссылка на бирюзовый курс мой, который я сделал по… в котором я рассказал гораздо больше инструментов, реализованных в нашей компании. И еще плюс мы проводим экскурсии к нам в компанию. Они, правда, платные, но зато со всякими докладами реальных руководителей. Это тогда к Жене. У меня есть еще прямо чуть-чуть, совсем секунд на ответ на вопрос. Да, Валерий, спасибо большое. Аплодисменты. Поступили действительно несколько вопросов, поэтому коротко через наше приложение Bittrex.conf. Очень удобно, пользуйтесь. Итак, вопрос номер один, он такого несколько юмористического толка. Нужно ли заменить в Bittrex24 статус в работе на обещано? Вот. Такой вот вопрос прозвучал из этого зала через наше… Хорошо. У нас есть поддержка нашей системы обещаний в виде таблицы, в которой перечислен заказчик-исполнитель текст обещаний и оценка. И в принципе нам этого хватает. Мы это вначале ввели вообще в Excel, потом выложили в общую учетную систему, просто чтобы было всем удобно. Вот и все. То есть техническая сторона – это последнее дело. Окей. Вот еще один вопрос. Любой ли человек может работать в такой системе обещаний? Отрасль, профессия, личные качества? У нас был удивительный случай, когда мы это все внедряли, знаете, сколько вы людей уволили. Ну вот можно по пальцам пересчитать людей, которые не смогли, которые работали с нами, которые не смогли уработаться. Потом у нас был всего один случай, когда к нам пришел человек, то есть обычный человек приходит, мы его сразу как бы объясняем, куда он приходит. А тут, значит, человек пришел, у него прям реально прям супер такой вот опыт, прям супер человек такой, прям вот, ну, мы думаем, ну все, сейчас он просто зажжет здесь все. Мы ему там более-менее объяснили про нашу систему, он сказал, да, хорошо. В первый день, значит, вышел, сразу там себе все как надо настроил, все сделал, пришел к руководителю, говорит, ну все, я, значит, готов приступать к работе, дайте технические задания. Он говорит, у нас нет технических заданий. У нас вот есть обещание твое, а у него обещание было, чтобы маркетинговые акции были интересны покупателям. То есть покупателям действительно интересно, чтобы были какие-то новые штуки в магазине. Они нас за это запросили как обещание. Мы им это обещание дали, и вот у нас нужен человек, который это будет обещание выполнять. Он такой, да, как, а технические задания нет? Мы говорим, нет, вот главное, чтобы покупатели были довольны и все. Он говорит, пойду подумаю. Ушел, целый день думал, приходит вечером такой, говорит, ну, говорит, тяжело, конечно, я так никогда не работал, говорит, ну, я думаю, справлюсь. Какой бюджет? Он говорит, бюджета нет. И все, он выпал в осадок, ушел, уволился. То есть такое бывает, но это редкие истории. Обычно люди, наоборот, раскрываются. То есть обычно потенциал людей сильно зажат текущими структурами, управлением в компаниях, и когда вы открываете его, там просто такой фейерверк идет, что удивляешься, где все это было. Спасибо, Валерий. Ну что же, обещание, как метод построения коммуникации в компании.